Всем привет! Я Наталья Евко, а вы на канале, где со временем, надеюсь, будет собрана информация о том, как это жить с приемными детьми. Считаю, что для принятия решения о том, брать ребенка в семью или не брать, нужно располагать максимум информации. Сейчас вокруг большая концентрация красивых, гламурных историй о том, какое это счастье получить в охапку долгожданного ребенка и... А вот дальше начинается настоящее «и». Счастье само собой не наступает. Помимо радости и улыбок в доме появляются раздражение, усталость, срывы, недопонимание окружающих, неприятие ребенка и много всего другого, о чем обычно не говорят. Для начала познакомлю вас с нашим муранейником. Это мой супруг, мое плечо, моя спина, часть моего сердца и надежный поддерживатель любого кипиша, который я вношу в нашу жизнь. Наташа, наша старшая, наш первый приемный ребенок, которого мы удочерили 10 лет тому назад, когда увидели ее фотографии еще на старой версии сайта «Сиротства.нет». А это Соломия. Она у нас родилась, когда Наталке было 5 лет. Наша биологическая дочь, которая иногда очень сильно страдает от того факта, что в этом вопросе она не похожа на остальных сестер. Обычная девочка не в горошек, это сейчас она в прыщичек, потому что у нее ветрянка. Потом появилась Иванка, наша новенькая. На тот момент семья вычухивалась из довольно непростого расставания с мальчиком, который жил у нас в приемной семье и вернулся к биологической маме. О детях мы не думали, но увидев фотографию Иванки на сайте фонда, мы поняли, что обратного пути нет и спустя полгода привезли домой вот это вот шило в попе. Два с половиной года тому назад, там же и примерно так же случайно, мы увидели анкету Александры. Дружно решили, что раз мы можем дать ей семью, то будет нечестно просто отмахнуться от этой возможности. Суперстаршую забрали в семью примерно через полгода после оформления всех необходимых документов. На сегодня все. Подписывайтесь на YouTube канал фонда Рената Ахметова уже сейчас, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обещаю правдивые ответы на все вопросы, которые вас интересуют касательно быта, учебы, финансов, отдыха, формирования привязанности, тайну усыновления, отношения, общественности. В общем, все, что вам интересно. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин